Ребята, лет 10 назад вы бы подумали, что это устройство из фантастических фильмов. Сканер в дисплее, что-то выдвигается, как в людях в черном, только память не стирает, а делает снимки на память. Да, будущее уже наступило, у нас в кармане мощные стильные компьютера. Купил в Украине по акции 390 долларов, это старшая версия на 6128 гиг. Также есть на Алиэкспресс немного дешевле, в общем ссылки в описании, лучшие цены смотрите там. Данный же красавчик выполнен в черном цвете, всего их три. Синий узор, красный узор и черный со спинкой с рисунком под карбон, сверху которого шар из стекла. Думаю, что именно черный очень хорошо подойдет строгим парням. Другие расцветки более молодежные, но скажу, что не будет большой разницы, если одеть чехол, который есть в комплекте. Как и кабель USB-C, блок быстрой зарядки, инструкция, скрепка и на этом все. Камера модная на сегодня, тройная, в том числе модуль на 48 мегапикселей. На глобалке снизу увидите обозначение об этом. Примечательно, что лоток под сим-карты переехал на нижний торец. Тут он двойной, без возможности поставить карту памяти. Хотя зачем, если тут 6128 гигабайт памяти. Тут же конечно USB-C разъем и решетка под динамик. Сверху 3.5 вход под миниджек, что хорошо. Микрофон шумоподавления и спрятанная фронтальная камера. Подмечу, что привычного инфракрасного порта для управления техникой тут нет. По бокам ничего интересного, с одной стороны пусто, лишь с другой стороны веселая красная кнопка питания возле качельки громкости. Спереди дисплей на 6,3 дюйма, Super AMOLED Full HD+, 19,5 к 9. Яркость достаточно высокая и цвета насыщены. Местами даже чересчур я бы сказал. Always On Display работает, но как бы не совсем как бы хотелось. Дело в том, что он отображает непрочитанную почту, смс, пропущенные звонки, даже мессенджер от фейсбук. А вот с вайбер почему-то не дружит. Так что не все приложения могут отображаться на нем. Лишь если нажать кнопку питания разок, можно увидеть все на локскрине. Чтобы разблокировать, активировать экран не нужно. Просто касание пальцем и все. Наконец-то, Эврика, никаких отверстий и щелей в нем нет. Симметрия восстановлена. Я этого ждал, если честно. И в нем есть еще одно улучшение, о котором вы вряд ли слышали от других блогеров. Обратите внимание на закругление дисплея. Они не так сильно выражены, как у некоторых смартфонов. И меньше полезной информации обрезается. Например, во время игры в танки я уже могу увидеть FPS. Пресловутый амоледовский шим, конечно же, есть. И если в старшей версии K20 Pro есть функция DC Dimming, уменьшающая мерцание, то тут такой нет. Может добавят с обновлением, но это неизвестно, пока так. Нужно это иметь в виду, экран пульсирует. В остальном претензий к нему нет. Картинка очень хорошая. Управление жестами тоже на месте работает отлично. В принципе, как у всех Xiaomi с хорошими процессорами. Баланс белого настраивается. Защита от синего свечения есть. К тому же можно выставить черную тему, что и расходовать батареи будет меньше. И слепить глаза в приглушенном свете тоже. Начинка. Snapdragon 730. Отсюда и заголовок, что флагман вам ради процессора не нужен. Да, это, конечно, не топ-проц. Топ на сегодня 855 Snapdragon. Но я думаю, будет очень трудно заметить разницу в работе оболочки. Все просто летает. Игры тоже тянет на ура. Я играл в танки, выставив ультра настройки. Меньше 50 кадров я не видел. Местами в трудных моментах бывают просадки до 25. Также я играл в PUBG. Игра сама предлагает высокие настройки. Я думаю, на сегодня именно данный дракончик это ультимейт решение. Если еще учитывать, что на смартфонах люди играют не так часто. Так что он крут. Правда, например, при съемке видео вам не будет доступно 4К 60 кадров. Только 30. Может чуть медленнее будет разблокироваться. А так трудно будет отличить от более дорогого Mi 9T Pro. Подбираясь к оболочке, я хочу сказать, что проводил опрос в сообществе канала. И там люди интересовались. И я, конечно же, все это буду учитывать. Итак, был вопрос по датчику приближения. Да, есть такая болячка в Xiaomi. Причем тут как повезет. У меня был когда-то Redmi Note 4X. То нормально работал, то расстояние сокращалось. И я ухом нажимал экран. В данном смартфоне такого нет. Я пробовал звонить, все было отлично. И посмотрите, как далеко он срабатывает. Если же вам попадется некорректно работающий датчик приближения, то скорее всего это не прошивка, а именно сам датчик. Смело несите назад в магазин. Вам скорее всего скажут, что это не брак. Он же работает. Не жалуйтесь. Тогда он просто вам не подошел по функционалу. Да и все. Но этот косяк, как показывает практика, достаточно редкое явление. Все остальные датчики модулей тоже работают корректно. Wi-Fi двух диапазонный. Bluetooth не иначе, как 5.0. Спутники ловят на 1.2. NFC тоже проверил. Все работает отлично. Бенды все есть, тем более это глобалка. С прошивкой тоже все нормально. На MIUI я не буду акцентировать внимание. Уже прилетело обнова один раз. И каких-то косяков, вылетов я не замечал. Дальше разблокировка по лицу. Я не знаю, зачем она тут вообще нужна. Сканер ведь совсем близко. Чтобы она сработала, нужно нажать кнопку питания, да и еще провести по экрану. Тогда камера выезжает и распознает. И кстати, очень точно. Возможно, что выйдет в кармане. Теоретически, да. Но для этого нужно постараться. Нажать кнопку и ногой случайно провести по экрану. Ээээ, стоп, стоп, стоп. Может раньше можно было, но с последним обновлением смартфону нужен свет для разблокировки. Я специально накрыл смартфон тряпочкой и проводил по экрану, нажав кнопку. Ничего не выезжает, так что вопрос снят. Батарея. Батарея тут на 4000 мАч. И это одна из позитивных сторон гаджета. Играл в танки 30 минут, ушло 8% заряда. 30 минут видео из YouTube, телефон потерял всего лишь 3% заряда. И все это на яркости ближе к максимуму. 75-80%. Очень даже хорошие показатели. Жить он будет больше суток однозначно. Полтора-два дня можно легко получать при среднем использовании. Проц, экономный экран тоже. Батарея большая. Что нужно для счастья? Заряжается он за 30 минут на 41%, за час на 81%, за час 20 на 94% и на 100% за час 42%. Что в принципе хорошо для 4000 мАч. Также когда необходимо, можно включить режим энергосбережения прямо в шторке. Звук. Тот случай, когда звук тебя полностью устраивает. Основной динамик громкий, не противный и в принципе даже объема на низких частотах достаточно. Посмотрите на разговорный. Маленькая тонкая сеточка сверху. И что вы думаете, орет так, что невозможно не услышать, наверное, и возле работающего самосвала. А в наушниках ситуация, как и в большинства Xiaomi. Есть регион Украина, Россия и Европа. На максимуме звук будет тише. Стоит изменить регион, например, на Индию, уже будет хватать с запасом. В меню наушников появилась галочка Hi-Fi. Большой разницы я не услышал, но звук мне однозначно понравился. Плюс тут миллион пресетов наушников. Настраивай сколько хочешь. Так что за звук тут 9 из 10 баллов. И то только потому, что нет стерео у внешних динамиков. Вернее он тут только один, а разговорный не участвует. Так бы было 10. Камера. Тут-то у нас самое интересное в этом телефоне. Она меня порадовала и обломала одновременно. Основная камера 48 мегапикселей Sony AMX582. Это тот же 586 модуль, что и у старшей модели с приставкой Pro. Плюс 8 мегапикселей телевик и ширик на 13 мегапикселей. В помещении вы не сильно поснимаете на телевик и ширик, а не темные f2.4. А вот на улице вполне можно баловаться. Качество при хорошем свете очень даже порадовало. 48 и 12 мегапикселей, конечно же, есть разница. Фото довольно классные. Смотрим одно и то же на все три модуля. По-моему, для творчества здесь прямо-таки много вариантов. Что не понравилось. Понятно, что модули не дешевые в производстве, но на чем-то надо же экономить. Тут нет оптического стаба и смаз получить легче. Это первое. Второе. Портретный режим. Фото делается на 8 мегапиксельный модуль, а размывает фон основной модуль. Потому качество портретного режима меня расстроило. Перед вами три фото. Одна на мой Mi Note 3 2017 года. Вторая фотка на Redmi 6 2018 за 100 баксов. И третья фотка Mi 9T. Угадайте, кто где. По-моему, он уступил всем. Вот вам и телевик на 8 мегапикселей. Надеюсь, это софт, но лучше бы как-то на основной модуль эту функцию переделали. И третье. В видео используется электронный стаб, а он за счет кропа, конечно же, будет немного портить картинку. А на Full HD 60 кадров вообще нет стабилизации. А на 30 кадрах сами можете видеть, как на улице видео стробит. А так, в принципе, качество вполне даже неплохое. Тест съемки видео на смартфон Mi 9T. 4К 30 кадров. Основной модуль камеры. Стабилизация у нас электронная. Тряску убирает даже во время съемки видно. Ну и для примера, съемка видео на ширик. То же самое на телевичок. И вот мне пришла идея сравнить какой-то флагман прошлого года с предфлагманом этого года за одну и ту же цену. Так что ждите и не забудьте подписаться. Ну и последняя фронталочка. Она тут то, что надо. Мало того, что не мозолит глаза в дисплее, а прячется. Так еще и отличное качество. 20 мегапикселей и устроит она подавляющее большинство. Ну а теперь мнение от Smart Plus. Смартфон, по-моему, вышел очень даже годный. А брендам, ой, как не сладко придется. Ведь тут все новшества. Окружающих можно удивлять безрамочностью и выезжающей камерой. Да и внешним видом в целом. Производительности хватит 99% пользователей. NFC есть, красота. Явных косяков в нем я не заметил. Главная придирка, надеюсь пока, отсутствие DC-димминг для экрана. Надеюсь появится. Снимать в 4К 60 кадров не умеет, нет оптического стаба. Я считаю, что когда немного подупадет цена, к осени его будут брать, брать и брать. Что же, будем сравнивать его с прошлогодним флагманом. Подписывайтесь, прощаемся ненадолго и всем пока, друзья.